Мы выросли по производству на 60% с 2000 года, при этом мы сократили выбросы за это время больше, чем на 20%. То есть выбросы на тонну стали сократились больше, чем на 50%. Почему? Потому что во все проекты, которые мы делаем инвестиционные, мы закладываем эти самые наилучшие доступные технологии. Мы сейчас находимся на уровне, который уже соответствует лучшим российским бетчмаркам, лучше среднего по отрасли, и будем двигаться к европейским бетчмаркам. Фабрика бракетирования. Это уникальный проект по переработке отходов, отходов металлургического производства. Железы, содержащие отходы, будут возвращаться в производство и использоваться вместо первородного сырья. Это и ресурсосбережение, это и снижение выбросов на тех переделах, где это сырье не будет произведено. Мы будем перерабатывать не только то, что мы производим каждый год, но и то, что накопилось. И за несколько лет мы полностью переработаем эти твердые отходы, около 3 миллионов тонн у нас скопилось. Мы достанем из них железо и рекультивируем эти территории. В принципе, весь этот проект является наилучшей доступной технологией, потому что это самая экологически чистая возможность производить сырье для доменных печей. В этом году мы открываем объединенный комплекс улавливания химических продуктов в коксохимическом производстве. У нас 4 коксовых батареи. Мы весь коксовый газ, который приходит от 4 батареи, загнали в одну систему. Видите, вот она выглядит так внушительно. Газ мы очищаем и используем для производства электроэнергии, существенно снижаем выбросы вредных веществ. Проект, которому уже достаточно много лет, но которым мы продолжаем гордиться, это доменная печь «Россиянка». 4 миллиона тонн производства. Он был построен на уровне наилучших доступных технологий по всем показателям, где это только было возможно. Пыль, оксид углерода. Изначально все это было заложено в этот агрегат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова